Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Ирина Волкова. Смотрите сегодня. Дополнительные меры. С 2020 года в России вырастут детские пособия. Ремонт котельных и теплотрасс. Чебоксары готовятся к отопительному сезону. Конные бега в Ядринском районе разыграли кубок Чуваши. Почти 2 миллиона рублей выплатили предприятия-должники своим работникам. Это данные за первую половину 2019 года. Цифры озвучили сегодня на еженедельном совещании в Доме правительства. С января 2020-го семьи с детьми, чьи доходы меньше, чем прожиточный минимум, помноженный на два, могут рассчитывать на ежемесячные выплаты. Сейчас это право есть у семьи, чьи доход не превышают полутора прожиточных минимумов. Вдобавок увеличенное детское пособие будут выплачивать до трехлетнего возраста. Расчетные, если взять, прожиточный минимум у нас на 2020 год предусматривается в размере где-то 9500, но 10 тысяч рублей. Это расчетные цифры. Вот эту сумму ежемесячно будут получать. Вы знаете, что эти семьи получали на уровне 50 рублей и 150 рублей. Сегодня такие выплаты получают более трех с половиной тысяч семей. По прогнозам, в 2020 году их станет в два раза больше. Еще одна важная тема – погашение задолженности по зарплате. По последним данным Гострудинспекции, с начала этого года задолженность уменьшилась почти на 2 миллиона рублей. 88 миллионов рублей – это задолженность по зарплате на предприятиях банкротства. На 12 экономически активных предприятиях – это 87 миллионов рублей на сегодня, составляет 256 работников. Это такие предприятия, как «Экострой», завод «ЖБИ», «Цивильстрой», «Старко» фирма, «Общество глухих», компания «Союз», фирма «Эртель» и другие. По-прежнему в числе крупных должников остается «Чуваш Автотранс». Бывшим работникам не выплатили более 38 миллионов рублей. Эту сумму планируют погасить за счет продажи имущества предприятия. В общем, по «Чуваши» к концу года погасит более 80% от общего долга, прогнозирует Минтруд. Свой юбилей столицы республики будет праздновать на протяжении недели. Подготовку к торжествам глава «Чуваши» обсудил сегодня с сити-менеджером Чебоксар. О предстоящих событиях и открытиях мой коллега Дмитрий Ковалев. Праздничный марафон стартует уже через две недели. Его кульминацией станет мультимедийное шоу об истории столицы региона. К юбилею города приурочили немало событий. В Чебоксарах впервые пройдет международный фестиваль театров кукол. Приедут гости из Японии, Китая и Бангладеш. Программу юбилейных торжеств утвердили. Ко дню города приурочили арт-проект «Творческий бульвар», парусную регату на Волге, выступление пилотажной группы «Стрижи». Праздничный концерт из-за ремонтных работ на Красной площади перенесли на певческое поле. Сейчас здесь заканчиваются последние приготовления. Чтобы добираться до певческого поля было проще, в мэрии планируют запустить временный автобусный маршрут с остановками на улице Академика Крылова, Президентском бульваре и Московском проспекте. Впрочем, праздничный марафон охватит все микрорайоны города. В Бальгешево, на Южном Новом городе, на разных площадках будут разные конкурсы, фестивали. И будем вручать на этих площадках благодарственные письма и юбилейные медали. Мы уже говорили, разработали единые информационные стенды, которые разместили в социальных учреждениях на предприятия города, стенды об истории города, о ярких личностях, которые представили город. Ну, востребовано, так или нет? Отзывы, какие горожане? Многие горожане подходят, смотрят, изучают. То есть, если это на предприятии стенды, то там два стенда по городу, один стенд по предприятию. На сегодняшний день уже завершаем оформление. Это и кольцевые, и радвязки, и флаговая конструкция, и цветочные композиции. Разработали сувениры, символы к одню города. Это чапаев, и сувенирные продукты нашего стимула – это памятники матери. На юбилейную дату намечено открытие школы в микрорайоне Волжский-3. Ко дню города глава региона поручил завершить дорожные работы. Нет там сбоек никаких? Ну да, безопасных, конечно, дороги хотим все завершить. У нас были контракты разыграны на четыре улицы с завершением строительства в 2020 году. Но нашли возможность и расстрелили финансирование. И, скорее всего, все дороги успеем отремонтировать на 20 числа августа. Тут погода, конечно, носит свои корректирующие, эти дожди постоянно мешают. Но в целом мы можем отремонтировать все дороги и запустить движение по одной стороне Сугусского моста. Глава республики отметил, что юбилейный день города, его жители и гости должны запомнить надолго. Все рабочие вопросы решены. В целом все объекты в работе, все эти мероприятия, которые предусмотрены в плане подготовки к празднованию 555 города Чебоксары, они тоже в работе. Люди, горожане ждут красоты, праздничного хорошего настроения. Мы научились праздничные мероприятия проводить и улучшать социальное самочувствие горожан и гостей. Но то, что было в прошлом году, это уже все равно никому не интересно. И люди ждут каких-то новых проектов, инновационных проектов. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Вилеев, Республика. К первому сентября должны завершить капремонт во всех домах Чебоксар. Однако у некоторых подрядчиков по договорам сроки сдачи отмечены августом. А работы еще идут. Это выяснилось во время рейда. В дома Калининского района Чебоксар, в которых продолжается капремонт, еженедельно наведывается комиссия. Этому дому больше 55 лет. Четырехэтажку по улице Константина Иванова, 78, ввели в эксплуатацию аж в 1963. Системы износились. По программе капремонта здесь заменили электропроводку. Отопление сейчас меняют канализацию. Как обычно, не обошлось без трудностей. Как такового подвала на этом доме нет. Приходилось скрывать полы, демонтировать старые трубы. Немного задержались. Сейчас будем убыстрять работу. Поставим две бригады на первый и на второй подъезд. Старшая по дому Галина Исаева. Рабочий процесс контролирует сама. И от лица жителей выражает опасения, успеют ли сдать дом в срок. У вас было почти 3 месяца. 3 месяца получается? Нет, 2 месяца. Успеваете ли? Ну, маленько, наверное. Да, с подданием получается. Ну, я чувствую, что вот здесь все равно в первую декаду, сентября. Нет, нет. Зачем? Совсем пускала лачная работа, и там начало топить на сезон уже будет. Нет. К концу августа, я думаю, конец августа, числа 20-25-го, должны потом закончить. Это самая проблема. Фонд капремонта здесь, да? Здесь. Купени будут? Да, будут. Фонд капремонта, который собирает платежи от собственников квартир, следит за сроками. За каждый день просрочки подрядчик заплатит рублем. Такая же ответственность грозит и организации, которая ведет работы в доме по Константина Иванова, 98. В этот же день должны были сдать одноподъездный дом по Мичмана Павлова, 16. Ремонт здесь завершили. Почти. Сегодня берем вечером. В понедельник ничего не будет здесь. Как приемную комиссию пригласили, не убравшись-то? У нас рабочая комиссия была. В подвале установлены трубы канализации, системы воды и теплоснабжения. В квартирах тоже обновления. Канализации все меняли, отопление трубы меняли, батареи вот это. Мы довольны. Довольны, да. Ага, молодцы, хорошо работали ребята. А жители многоэтажки по Максиму Горького, 27, терпят временные неудобства. Воду периодически отключают, потому что тепловой узел собирают по частям. Мы начали его только. Мы будем его наращивать, наращивать, и он в конце концов врежется в систему. Врежется в систему, и перемычка будет. Чтобы много воды не уходило, обратно возвращаясь в воду, будет забираться на повторный обогрев этого же здания. К тому же подача тепла будет регулироваться автоматически в зависимости от погоды на улице. У рабочих три недели, чтобы завершить работы. Обновления системы отопления предусмотрены по нескольким адресам Калининского района Чебоксар. В этом году осуществляется ремонтная работа по программе капитального ремонта. Таковых у нас 11 многократных домов на территории района. 7 из них, которые будут проводиться работы по замене системы отопления. В рейды администрация района выходит еженедельно, потому что затянувшийся капремонт может сорвать сроки вступления в новый отопительный сезон. Ирина Волкова, Валерий Резюков, Республика. 70% котельных Чебоксар к холодам готовы. Грядущий отопительный сезон обсудили на утреннем совещании в администрации столицы. За тепло в жилых домах в учреждениях Чебоксар отвечают 116 котельных. В 81 из них проведены все необходимые работы. Отремонтированы все центральные тепловые пункты. Продолжается капремонт котлов и теплотрасс. К зиме готовится и жилфонд. На сегодняшний день промыто и опрессовано 1613 домов из 1788, то есть 90% от плана. Выполнен текущий ремонт внутридомовых сетей водоснабжения более 4 километров. Основные работы должны быть завершены к 1 сентября. Чуть больше срок по объектам электроснабжения. До 1 ноября. Выполнен ремонт 60 трансформаторной подстанции из 102, в том числе по коммунальным технологиям, 29 из 53. Заменено 35,4 километра воздушных и кабельных линий электропередачи из 55,5 километров. Пока все работы идут по графику. План, утвержденный постановлением администрации города, исполняется. Надеюсь, что все руководители структурных подразделений и предприятий выполнят взятое на себя обязательство. И своевременно сможем запустить отопительный сезон. Татьяна Леонтьева, Алина Сусметова, Бахтиар Велиев, Республика. Алатарский районный суд вынес приговор злоумышленнику, обвиняемому в убийстве водителя скорой помощи. Преступление произошло на бытовой почве. Убийца приревновал сожительницу к фельдшеру скорой помощи. С охотничьим ружьем 12-го калибра он поджидал свою жертву около подстанции скорой помощи. Когда дверь здания открылась, злоумышленник выстрелил. Это был другой человек, 57-лигий водитель автомобиля скорой помощи. От полученного огнестрельного ранения тот скончался на месте. По результатам рассмотрения уголовного дела, приговором суда злоумышленник признан виновным в убийстве. Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в справительной колонии строгого режима. Пока приговор суда еще не вступил в законную силу. В столичном парке Локреевский лес начался театральный сезон. Не удивляйтесь, это именно так. По субботам там теперь проходят уличные спектакли. Цикл постановок, конечно же, приурочен к году театра. Их будет несколько. Первым посетители парка увидели комедию-шутку Антона Чехова «Медведь». Немудреный сюжет о том, как денежный долг неожиданно обернулся страстным романом двух людей, живущих по соседству. Минимум реквизита, максимум интереса. А вы цельный день сидите здесь и никакого удовольствия. В роли помещицы-должницы Дианы Яковлева. Мой первый опыт такого уличного театра и на самом деле было очень интересно. Мы не ожидали, что зрители так тепло примут. Я думаю, что это хорошая акция, которая привлечет много зрителей уже в театр. Горожане, гуляющие в парке, были приятно удивлены. И хотя фабула спектакля все же рассчитана на взрослых, дети тоже с интересом наблюдали за актерской игрой. Нам очень спектакль понравился. И я думаю, что это представление должно быть постоянно. Потому что те, которые гуляют в парке, и дети, и родители. И это очень интересно. Вот посмотрите, даже дети и с удовольствием смотрят. Приобщаю свою примяшку, крестницу. Говорю, смотри, интересуйся, будь в школе изучать. А так, очень интересно, что проводятся такие мероприятия. Познавательные и в то же время увлекательные. Конечно, будут и детские спектакли. В юбилейный для столицы год в парке пройдет тюзовский спектакль «Волшебный сундук». В актерской игре на равных будут задействованы и маленькие зрители. Это постановка об истории Чебоксар. Самое интересное в том формате, в котором сегодня представлен спектакль. То есть мы его специально вынесли с помостков в сцены, а именно в зону аттракционов, чтобы это было все живее и зрители становились настоящими участниками действия. Красота, грация и сила в Ядринском районе прошли всероссийские конные бега «Кубок Чуваши-2019». Более 40 лошадей и наездников из разных регионов страны боролись за долгожданный кубок. Праздник собрал 12 тысяч любителей спорта и лошадей. Эту лошадь зовут «Победитель». Она уже принимала участие во многих соревнованиях и регионах нашей страны. И имеет уже заслуженные награды. Сегодня она выступает за Батыревский район. Усидеть на этом русском рысаке верхом было сложно. Он готов был ринуться в бой, поэтому и настроение соответствующее. Алексей Краснов купил ее в одном из российских регионов. Сейчас, как он, 7 лет. Бегами занимается вся семья наездника. Все заложил он, отец. Очень много выступал в нашем регионе. В Нижнем Новгороде, Казани, Ульяновске, Катарстане мы выступаем все время. Но всегда держали свою лошадь. Лошадь. Нагрузка. Зимнее время, когда подготовка идет, до 20 километров. А сейчас, в данный время, соревновательный период. Легкая тренировка и размашки, и все. Еще одна наездница – Диля Галимзианова из Татарии. Конными бегами занимается с 12 лет. В прошлом году здесь же выиграла золотой кубок. Успех хочет повторить. Переживания есть уж, конечно. И лошадь переживает. И сама, сами переживаем. Хочется у всех выиграть. Соперники тоже хорошие, сильные. Подготовка к финалу была очень серьезная. На отборочном этапе наездники из Чувашии соревновались с коллегами из Финляндии. Кони-конкурсанты все сплошь именитые и с наградами. Впереди у нас пока что Алексей Краснов. Алексей Краснов, вы победитель. В отличие от прошлых лет, мы делали в этом году отборочные этапы. Был ледяной кубок на заливе Чебоксара в центре города. Потом было открытие Батырево. Потом ряд Акатуев. Это Шимурша, Канаш, Яльчики. А лошади, которые сегодня участвуют в бегах, рождены во Франции, в Америке, в Финляндии, в Швеции, в России, конечно, в Чувашии. Самые яркие болельщики – жители окрестных сел и деревень. Они считают себя уже знатоками этого вида спорта. Ведь конные бега – давняя традиция этих мест. Мы вообще болеем за наш завод Чапаевский имени Чапаева, завод, конный завод. Мы ядренцы, и мы болели и болеем за ядренцев, за нас. Прекрасное настроение, очень все красиво организовано. И вообще нам очень все понравилось здесь. Это обязательно нужно для людей, для выхода, для выезда, чтобы, знаете, народ встречался, общался, видел и знал, что у нас в республике проходят такие прекрасные мероприятия. Борьба между наездниками из Татарстана, Ульяновска, Чувашии, Нижнего Новгорода и Москвы была жаркой. Практически на финише нежная и хрупкая Марина Никольская обошла именитых соперников и получила кубок Чувашии. Ее лошадь по кличке Кастинг – орловской породы. Малый кубок Чувашии завоевал фенил Зимдиханов и его лошадь Помпей. Обладателем среднего кубка Чувашии стал Александр Максимов. Конный спорт – это традиционный исторический вид спорта, где объединяется и природа, и человек, поэтому я с удовольствием ее посещаю. На этом праздник конного спорта в этом году не заканчивается. У организаторов появилась идея провести в октябре соревнования между победителями Татарстана, Башкирии и Чувашии на кубок Чубатары. Чувашии – башкиры, татары. Ольга Алексеева, Бахтиар Велиев, Республика. Сборная Чувашии по маунтинбайку завоевала серебро на чемпионате России. Чемпионат страны в олимпийской дисциплине кросс-кантри прошел в Ижевске. Эстафетные велогонки в столице Удмуртии собрали сильнейших спортсменов со всей России. Дистанция для велогонщиков была непростой, но скорость они преодолели более 4 километров. Первыми финишную черту пересекли представители Санкт-Петербурга, второй – результат у пятерки наших земляков, третьими пришли спортсмены из Москвы. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Далее интересная и полезная информация. А я с вами прощаюсь. До завтра. Машина, на которой они перемещались по городу марки «Остин-7» 1937 года выпуска. Этот раритет зарубежного автопрома вызывает удивление и почтение у знатоков. Кристофер Блейкби из Лондона и Илья Злотников из Соединенных Штатов Америки – давние друзья владельцев клиники. Они знакомы уже больше 10 лет. Встречаются на российских и мировых симпозиумах. В данном случае доктора решили объединить приятное с полезным, посмотреть Россию и найти новых партнеров в стоматологическом бизнесе. Это машина марки «Остин-7», которая была построена в 1937 году. Ей 82 года. И эта модель на самом деле имеет маркировку «Спорт-спешл» – специальная спортивная машина. Перемещаться со скоростью 60 км в час не очень удобно, отметили гости, но это того стоит. И все же главное – это любимое дело, которым они занимаются профессионально. В клинике «Дентомед» им рассказали о передовых методиках, которые применяют в лечении. «Дентомед» является центром клинического мастерства компании «Нобель Биокар». Импланты под их маркой выпускают с 1965 года. Кроме этого, клиника имеет статус инновационного центра стоматологической ассоциации России. Сегодня я впервые оказался в этой клинике, и она на меня произвела, конечно, неизгладимое впечатление. И у меня есть уникальная возможность сравнить с клиниками в Соединенных Штатах, Великобритании, потому что по долгую службу я посетил, наверное, более нескольких сотен клиник в разных городах США. И могу сказать, что это клиника мирового уровня, оборудование мирового уровня. Я знаю, насколько Юлия Александровича является хорошим и опытным врачом. Показали заграничным коллегам и методику восстановления зубов по системе КАТКАМ. Лаборатория находится здесь же, в клинике. Гости наши были очень приятно удивлены, что у нас такое очень современное оснащение, самые передовые технологии, то, что есть в мире. Это и ЦЕРИК, и МИНИ КАТКАМ-центр, и ТЕОРТИКОН. Это МАКСИ КАТКАМ-центр, который вытачивает до 14 единиц полную челюсть. А также и как у нас поставлена обработка инструментов. Современные технологии лечения сейчас доступны и в небольших городах. Это еще раз подтверждает Центр профессиональной стоматологии «Дентомет». МИНИ КАТКАМ-центр, и ТЕОРТИКОН.